Бред какой-то, ерунда какая-то. Вот я тут прочитал, что противогаз улучшает качество воздуха с помощью фильтра. Я, естественно, не могу больше находиться в ужасной атмосфере, ужасной экологии города Москвы. Нацепил противогаз. По идее, я должен себя чувствовать лучше с каждым днём. А я вот его три дня не снимаю и чувствую, что мне как-то сегодня плохо стало, реально. Во-первых, неудобно чистить зубы, очень. Во-вторых, нос чешется постоянно, его не почесать. И в-третьих, ну я не могу уже дышать вот этой вот... Короче, я снимаю с себя противогаз и всякую ответственность за него. А вы смотрите сюжет про этот вот противогаз. О! Ой, господи! Надо было открыть, да, всё-таки? Ничего, так тоже неплохо. Шла Первая мировая война. Войскам Германии и Австро-Венгрии противостояли силы Антанты. В этот союз вошли Великобритания, Франция и Российская империя. Война была затяжной и жестокой. 22 апреля 1915 года, около пяти часов пополудни, на горизонте, со стороны немецких укреплений появилось зелёное облако. Солдаты с любопытством разглядывали его, но никто не заподозрил неладного. Это была первая газовая атака в истории. За десять минут погибло пять тысяч человек. Зелёным облачком оказался ядовитый хлор. Дождавшись попутного ветра, немцы открыли вкопанные в землю баллоны с газом, и он потёк по длинным шлангам, направленным в сторону окопов противника. Защиты от нового оружия не было ни у французского, ни у английского, ни у русского войска. Встретились как-то три генерала. Русский, француз и англичанин. И стали думать, как же фрица победить? Встаёт первым англичанин. Надо разжечь костры вдоль окопов. Тёплый дым от костра поднимет газовое облако вверх, и тогда оно пролетит мимо. Кабы ваше превосходительство пожара не приключилось. Кругом в окопах-то пора. Тогда выходит француз. А что, если расстреливать облако из артиллерийских орудий? Ударная волна рассеет ядовитый дым. Да вот только патронов, батюшка, не напасёшься. А чем по врагу стрелять будет? Выходит, русский. Надо поставить перед окопами пропеллеры. Они-то облако издуют. Ну, это уж вы, ваше благородие, совсем загнули. Не с облаком надо воевать, а изыскивать средства, которые для каждого солдата служила бы верной защитой. Так, собственно, поступали и сами немцы. Газомётчики, солдаты, распылявшие газ, дышали через дрегеры, первые дыхательные аппараты, что-то типа современного акваланга. А пехота, которая шла в атаку сразу вслед за газовым облаком, надевала толстые марлевые повязки. Точно такие же было велено шить по всей стране и для русской армии. Марлю пропитывали раствором, нейтрализующим ядовитый хлор. На день маску и дыши спокойно. Да только, немец, возьми, да и смени хлор на другой газ, фасген. И толку от маски не стало. Эх, сколько б народу в этой войне ещё полегло, если бы не нашёлся один умный человек. Это был русский учёный, химик Николай Дмитриевич Зелинский. До войны он изучал способы очистки спирта. Издавна для этого брали древесный уголь, который дважды обжигали в печах. Такой уголь химики называли активированным. Было замечено, что он лучше всего очищает спирт от примесей. Именно уголь Зелинский и предложил использовать в качестве фильтра для очистки воздуха. И тогда кинул клич Зелинский. Вышли вперёд десять смельчаков. Дали им каждому по повязке с угольным порошком. Да и закрыли в комнате без окон, без дверей. Какой только отравой их не морили. Каким ядом не душили. И вот чудо. Все остались живы. Средство сработало. А уж угля-то в России, и, голубчики вы мои, на все армии хватит. Угольный фильтр Зелинского объединили с резиновым шлемом, сконструированным другим русским инженером Кумантом. И получили противогаз. Он тут же был принят на вооружение. С такой защитой враг был уже не страшен. А сам-то учёный не получил за своё изобретение ни копейки. Не захотел на жизни людской наживаться. Эх, доброй души был человек. Норматив современный по надеванию противогаза 7 секунд. И эти 7 секунд, естественно, нельзя дышать. Выдохнул! И теперь я могу запросто находиться в испорченной кем-нибудь атмосфере. Портите! А у нас таких любителей... О, господи! Фу! 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 Субтитры подогнал «Симон»